Всем привет! С вами ваш Заграндом. На данном видео расскажем, нужна ли гидроизоляция на монолитно-леточном фундаменте, либо на свайно-ростровском. То есть на том виде фундамента, где нет внутри подвала и идет внутренняя засыпка. На данном видео мы поговорим именно о горизонтальной гидроизоляции и о вертикальной гидроизоляции. Как защищается подошвь фундамента на данном видео мы не будем рассказывать, так как это инструкция для другого видео. Поехали! Вертикальная гидроизоляция служит для защиты бетона от переувлажнения, так как если он сильно переувлажнится, то он будет трескаться и разрушаться. А также для защиты арматуры от коррозии, так как если арматура коррозирует, бетон также будет разрушаться. Теперь нам нужно понять, нужна ли вертикальная гидроизоляция или нет. При использовании высоких марок бетона она не очень нужна. Но мы рекомендуем сделать самую легкую обмазочную гидроизоляцию в два слоя. Но это на ваше усмотрение. Горизонтальную гидроизоляцию для данных видов фундамента делать необходимо. Так как происходит капиллярное поднятие влаги, то есть бетон тянет влагу, и между роствергом и кирпичной кладкой делать данную гидроизоляцию нужно обязательно. Сейчас я вам покажу про частые ошибки. Поехали! Предыдущая компания здесь допустила ряд ошибок. Первое. Вертикальная гидроизоляция была сделана самым дешевым материалом. Плюс она была разбавлена. Но это не самое страшное. Здесь не была сделана горизонтальная гидроизоляция. Соответственно, вот эти два ряда кирпича будут разрушаться. Сколько они будут разрушаться? 5 либо 40 лет. Это все зависит от качества самого кирпича. Но чтобы так не рисковать, данную ошибку нужно будет исправлять. Они сделали гидроизоляцию через два ряда, но самым дешевым также материалом. Что здесь нужно будет делать? Вертикальную гидроизоляцию нужно будет полностью снять. Также ростверг обработать специальными реагентами с двух сторон, то есть с наружной и с внутренней. После чего обработать данный фундамент проникающей гидроизоляцией, но с двух сторон. Почему с двух сторон? Потому что проникающая гидроизоляция проникает до 40 сантиметров, а ширина ростверга 67 сантиметров. Соответственно, чтобы защитить данные ряды кирпича, чтобы они не разрушались, здесь необходимо обработать проникающую гидроизоляцию. Из-за того, что здесь не сделана горизонтальная гидроизоляция. Мы бы рассказали про горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию для тех типов фундамента, где нету подвала. Как только у вас здесь появляется подвал, то вам необходимо уже производить другой тип гидроизоляции. Но это инструкция уже для другого видео. С вами был ваш Заграддом. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok